Всем привет! Сегодня я снова попала на скидку 90% в Мегахенд. И смотрите, первое, что я увидела в корзинке такого бедного Мишутка. У него нет одного ушка, ну какие у него глазёнки! Я просто не могла его не взять. К тому же потом оказалось, что у него клапки резиночкой примотаны. Это ухо, которое можно пришить. Очень забавный медвежонок, всего лишь 28 рублей, и я решила его взять. Ну и, конечно, в примерочную нагребла штук 12 вещей. Так что давайте примеряться. Первое, что я примеряю, это вот такой топ я взяла, чтобы примерять с юбками. Потому что я сегодня в рубашке, которая не очень подходит к таким юбкам подобным. Нашла вот такую юбку со страусинами перьями, но, к сожалению, она мне великовата. Но в та сессию какую-нибудь тематическую, думаю, можно было бы взять. Топ, конечно, не очень, он напоминает больше бельевой какой-то, слишком прозрачный. Ну и сел как-то невнятно тоже. Вот такая юбочка здесь, она, конечно, на 90% из полиэстера, но перья здесь натуральные. Прямо написано, что это страусиное перо. Стоила она 22 рубля, я даже уже пожалела, что не взяла. Можно было бы эти перья приспособить куда-нибудь в хендмейт. Вот такой топ. Здесь 100% полиэстер. Ну, я его взяла чисто так вот, примерять с юбками. 15 рублей со скидкой он стоил. Далее примеряю вот такую юбку. Мнималистичный принт. Сзади такая, как небольшая плессировка вместо шлицы. В комплекте идет вот такой ремень на резинке. Я застегнула на самую последнюю дырочку, но здесь вот этот штырек очень сильно торчит тогда. Она мне великовата. В принципе, с ремнем это не видно, но она хорошо мне так великовато. Это размер 10, а у меня примерно 6, наверное. 97% хлопка в составе. Стоила она 38 рублей со скидкой. И вот такой ремешок в комплекте шел. Дальше нашла вот такую оранжевую кофточку на молнии, но как-то она непонятно топорщится из-за молнии. На груди не очень это нравилось. И на спине, конечно, есть уже такие катышки потертости, я бы сказала. Думала взять, чтобы сверху на футболку надевать, носить. Но в результате не стало. Название фирмы я не нашла. Нашла только бирку, где было написано L, но на L она никак не тянет. Я думаю, что ее постирали как-то не очень правильно. Потому что по составу здесь 100% шерсть мериноса. И стоила она сегодня 50 рублей со скидкой. Дальше я нашла вот такой свитер. Мне кажется, у моей мамы в молодости ее были такие свитера. Мне очень понравился. Что меня позабавило, что это когда я руку опустила и узор прям идеально совпал. То есть, хоп, здесь узор на теле такой идет. И опускаешь руку, и он прям совмещается. Внизу идет на такой резинке, но я подвернула. И рукава тоже на манжетиках. И еще у него есть подплечники. В общем, мне понравился. Я решила взять по-любому. Потому что сейчас вроде такие свитера снова модно. Особенно с джинсами, мне кажется, прикольно будет смотреться. И мне кажется, что это даже винтажный свитер. Здесь указано, что только минимум 85% акрила. И мне кажется, что здесь есть шерсть. Потому что он такой немного колюченький. За 50 рублей, по-моему, сказка просто. Также нашла еще из этой же оперы вот такой свитерок. Мне кажется, он тоже винтажный. Но здесь уже нет подплечников. Возможно, они были, но их отрезали. Но я не нашла. Состояние у него уже немножко похуже. Он в такой цветочный принт. Подплечников нет. Рукав такой спущенный получается. Ну, в общем, первый свитер мне больше понравился, чем этот. Поэтому, ну, этот как-то не легла душа к нему. Вот такая у него этикетка, на которой написано 100% акрил. Название фирмы я как-то не увидела. Стоил он, кстати, дороже на целых 10 рублей. 60 рублей со скидкой. В принципе, тоже интересный принт. Но состояние у него похуже. И мне понравился все-таки, как первый больше сел. Дальше примеряю такую несуразную летнюю платьицу. Или я не знаю, что это. Туника, может, для кого-то. Оно практически сливается по цвету с моей кожей. Ну, видно, что мне эта вещь велика. Я взяла ее примерить только из-за состава. И думала, даже может взять и носить как ночнушку. Но она так сильно мнется и выглядит как-то не очень. Еще и пятно нашла, которое неизвестно, отстираю или нет. Вот такая фирма Блум. И вот прям я по виду уже определила, что это 100% шелк сверху. Подкладка из вискозы здесь. Очень приятный на ощупь. Цена 40 рублей со скидкой была. Но не стала брать. Дальше примеряю вот такой интересный сарафанчик. Хочу найти интересный сарафан на лето себе. Но пока летних сарафановых платьев у нас маловато. Все больше трикотажных. Этот оказался мне великоват. Сзади есть шлица. Спереди очень интересно. Такие нахлёстики сделаны. Широкие бретельки, которые скрывают лямки от белья. Но великовато мне. Великовато. Есть и карманы, как я люблю. Был бы мой размерчик, было бы хорошо. Размер 8, 100% хлопок. Ну да, у меня скорее 6, но иногда и в 8 я сажусь хорошо, скажем так. Дальше вот такое платье. Я опять почти слилась со шторкой. В жизни цвет синий более глубокий. Муж, увидев это платье, сказал, что оно с закосом под Фредди Крюгера. Я так подвспомнила. И у Фредди Крюгера вроде была, говорю, красно-чёрная полоска. Он говорит, ну да, но очень, говорит, похоже. В нём есть карманы, что мне понравилось. Необычная такая открытая спинка. В общем, это платье мне очень понравилось. Я недавно ходила в театр и долго искала, какое же платье мне надеть. И я вот думаю, для театра вот такое платье мне нужно, чтобы я села. Оно не сильно мнётся. Состав, конечно, больше половины состава это полиэстер, но приятный такой на ощупь. Стоило оно всего лишь 80 рублей, поэтому я решила, конечно же, взять. Дальше примеряю вот такой халатик. Давно тоже хочу найти вот такой типа шёлковый атласный халатик. Здесь есть даже один карман. Он идёт такой на запах. Но за счёт того, что размер не мой, это смотрится на мне как с чужого плеча. Как будто я, не знаю, надела чей-то чужой халат. Хочется всё-таки что-то более такое опрятное. Но здесь хоть и стопроцентный полиэстер, но к телу он приятный. И цвет такой молочно-белый. Но не судьба. Фирма такая тоже известная. Кстати, вот бирка такая затёртая какая-то, а сам он не нашла я ни единой зацепочки, как бы ни пятен, ничего особо следов носки даже на нём и не нашла я. Но размерчик не мой, будем искать ещё. Дальше примеряю вот такую несуразную а-ля тельняшку. Думала, будет выглядеть лучше. Указан 40-й европейский размер, но на мой 40-й русский она села как-то в облипон, в оптигон. Ещё вот этот воротничок такой мини несуразный. И мне кажется, что у меня прямо руки так перетянуло, что видно все мои существующие и несуществующие мускулы. Вот его фирма Атмосфера. Так, по составу здесь, здесь, здесь. На 85% из вискозы, то есть такая приятная, в принципе, ткань. Стоила 25 рублей со скидкой, но, увы, нет. Дальше примеряю вот такой интересный сарафанчик, назовём его так. Я примеряю его на рубашку, в которой я пришла. Долго я сомневалась, брать его или нет. Кстати, у нас вот в секундах сейчас моют регулярно примерочные все эти металлические штуки, крепления. Всё это моют. Вот, долго я его примеряю. Думаю, что у меня много и блузок, и рубашек, под которые я могла бы его носить. И долго я металась взять это платье или сарафан. И всё-таки я взяла синее платье в чёрную полоску. Вот так называется его фирма. И насколько я разглядела, здесь по составу 100% шерсть. Приятная к телу, подкладка есть. Но всё-таки решила, что лучше я возьму то синее платье. А что вам приглянулось из этого видео?